Приветствую вас! Мне показалось из вашего текста несколько важных вещей, которые я хотел бы обговорить, которые я хотел бы выделить, скажем так. Первая вещь, это отсутствие ваших границ между профессиональным и личным, изначально. То есть изначально такие границы у вас как будто бы вообще не существуют. То есть педагог обижается, покупаю постоянно педагогу цветы, пишу ему стихи, дарю книги со стихами. Вот. То есть это какое-то, знаете, размытие личных границ происходит. Потому что если вы занимаетесь профессионально чем-то, если вы обучаетесь чему-то, то я думаю, что должны быть границы. Границы, личные границы у людей. А у вас этих границ, такое впечатление, что нет. То есть вы педагогов, людей, которые, ну, по факту должны вас обучать. И только. Вы этих людей воспринимаете как кого-то, ну, больше. То есть такое впечатление, да, что для вас эти педагоги, они больше, чем просто педагоги. И отсутствие подобных, отсутствие личных границ здесь, на мой взгляд, очень важно. Потому что продиктовано это может быть как вашими попредностями, так вашими желаниями, так вашей неуверенностью в себе, которая, ну, может иметь место быть у вас. Так и какими-то проблемами, быть может, в вашей семье, которые вы, ну, по той или иной причине не разрешили. А не можете разрешить, не хотите разрешать, боитесь разрешать, ну, и так далее. Вот. То есть первый момент это отсутствие разграничения, значит, профессионального и личного. Это первое. Второй важный аспект это ваша установка, что талантливые люди могут иметь, скажем так, двойные стандарты, то есть то, что для обычного человека неталантливого неприемлемо, для талантливого человека, ну, в принципе, в принципе, позволено, в принципе, дозволено, в принципе, допустимо. И я не знаю, насколько вы считаете это адекватным по отношению к себе, то есть, ну, вот, применяете ли вы это к себе, да, я этого безусловно не знаю. Но применять это к другим, применяя это к другим, по сути вы даете людям карт-бланш на то, чтобы относиться к вам вот так, как, собственно, и относится к вам преподаватель. Ваш. То есть, с какой-то постоянной претензией, с какими-то постоянными наездами, с каким-то постоянным неудовлетворением, неудовольствием, амбициями, использованием, ожиданиями и так далее. Вот вы, жаль, жаль, что вы не сказали о том, как у вас проходит обучение, да, то есть, ну, то есть, ну, это обучение у вас, оно платное, бесплатное, да, то есть, вот, жалко, что вы не сказали этот момент, но я уверен, что какой-то гонорар преподаватель все же получает от того, что там, ну, грубо говоря, работают с вами. Я так, я так думаю. Вот. И у меня здесь возникает вопрос. Вы не задумывались о том, что, в принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы, ну, для того, чтобы облагодарить преподавателя? Вот. То есть, тут, конечно, вот, вопрос, он, наверное, больше к экзистенциальной позиции вашей, вопрос, наверное, больше к тому, как вы воспринимаете преподавателя, что они для вас значат, да, и, значит, какую роль они играют в, ну, в вашей жизни. Вот. Мне кажется, что здесь это, вот, про это. Дальше. Следующий момент. Это момент того, что вы склонны испытывать чувство вины и склонны к тому, чтобы себя корить. То есть, вы здесь поступаете в некоторой степени эгоистично, в том плане, что, как вы не позволяете человеку делать самостоятельно свой выбор, понимаете? Эм, то есть, вот, то, что делает ваш педагог, это ее выбор. Эм, к вам этот выбор отношения не имеет, а, совершенно. Абсолютно. То есть, дело здесь не в вас, не в том, эм, как вы себя ведете, а проблема в личных проблемах, в личных конфликтах у преподавателя. И, вот, а вам надо бы, опять же, разграничивать ответственность свою и ответственность другого человека. То есть, где моя ответственность, где то, что делаю я, и где ответственность другого человека за то, что делает он. И я не отвечаю за то, что делает человек другой, другой человек. Я за это не отвечаю. И такое ощущение, что ваша гиперответственность перед людьми, она вмешается, опять же, эта гиперответственность всегда ведет, опять же, к эгоизму. В следствии этого вы оказываетесь изолированы от людей, которые позволяют, ну, например, другим быть самим собой, понимаете? Вот. Ну, как это видится мне, по крайней мере. Также мне показалось, что вы склонны к тому, чтобы себя наказывать. Мне показалось, что вы склонны к тому, чтобы себя как-то скорить, обвинять и так далее. И это тоже достаточно показательный момент, потому что получается, что вы либо, опять же, не уверены в себе, либо вы постоянно находитесь под гнетом каких-то ожиданий. То есть, это вот еще один, еще один аспект, что вы стремитесь, как будто стремитесь постоянно оправдать чьи-то ожидания. Вот. Но ожидания, к сожалению, редко бывают именно вашими. То есть, вы редко стараетесь оправдать именно свои ожидания, то, что вам нужно, то, что вас касается. Вот. Значит, теперь, смотрите, что-то касается проблем, да, собственно говоря. Вот, опять же, умерла педагог, я приносила речь, говорила про заслуги и так далее. Анна, вы поймите, что я не против того, что вы храните память о педагоге, о своей учительнице. Я считаю, что это здорово. Но называть педагога мамой, пусть даже и музыкальной, это достаточно, достаточно тревожно. В том контексте, что у вас слишком сильная эмоциональная связь. И вот мне кажется, что основная причина, основная проблема в том, что вы слишком легко и быстро вовлекаетесь в эмоциональные связи с людьми, которые, на первый взгляд, вам, поскольку, поскольку, являются друзьями, хорошими людьми, там, и так далее. Вот. И с чем это может быть связано, это, конечно, большой вопрос, потому что связано это может быть с чем угодно. Начиная, начиная с того, что у вас проблемы в родительской семье, да, то есть вам не хватает внимания, родители, они вас, может быть, обделили, обделяли, обделяют вниманием. Вот. Либо в том, что вы активно хотите и хотите признания, активно хотите славы, активно хотите того, чтобы вас ценили, любили. Обязательно хотите быть на хорошем счету всех людей, хотите всем понравиться, хотите всем угодить. Вот эта позиция, ну, также не является чем-то хорошим, к сожалению, потому что всем угодить невозможно, всем угодить нельзя, и чем больше вы будете стремиться к этому, тем больше вы будете натыкаться на сопротивление и на то, что у вас просто-напросто не будет получаться. Подобно. Дальше, значит, так, вот вы пишите, я сама плакал во время речи, было очень трудно прощаться с музыкальной мамой, а столкнулась, значит, с ней, с, ну, вот, с преподавателем, да, по поводу которого вот эта вся ситуация происходит сейчас. Вы знаете, мне так вот показалось, что преподаватель ваш очень амбициозный человек, то есть именно у него очень много амбиций, очень большие амбиции, вот, и мне показалось, что свои амбиции, она хочет активно реализовать через вас. Вот, вот, вот это, в принципе, по-видимому, это, это не самый уверенный в себе человек, это, по-видимому, не самый гармоничный человек, ну, в принципе, о чем вы и писали, что у нее тяжелый характер там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но, но, почему вас все это должно волновать, если это всего лишь педагог ваш? Для меня это загадка. На самом, на самом деле. Понимаете? Это всего лишь педагог, это всего лишь учитель. Вот. Я, конечно, не знаю, может быть, у вас есть своя система, которая позволяет вам добиваться успехов, например, быть на хорошем счету у преподавателей и так далее, и так далее. Но, в этом случае, мне кажется, вам необходимо все-таки подчиняться системе, а вы системе подчиняться не захотели, в том плане, что вы не пожелали делать для своего педагога то, чего она хотела от вас. То есть, вы не пожелали, там, играть в ее оркестры, вы не пожелали, там, полететь туда, куда она хотела, чтобы вы полетели и так далее. И, на мой взгляд, на мой взгляд, тут вы прямо системе не подчиняетесь, и это, опять же, странно. Понимаете? Это странно, потому что вы, по сути дела, не совершаете выбор. Это выбор сделать вам нужно, в ночь нужно, потому что без него вы не сможете, ну, действовать дальше. Вот. И, по факту, получается так, что вы выставляете себя жертвой. То есть, вы жертва. Вы ни на что не отвечаете, вы ни на что не влияете. Понимаете? А это, 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 это не совсем так. Да, потому что отношения, какими бы они ни были, да, их строят все-таки два человека. А вы, вы выставляете все так, что с вами отношения выстраивает только педагог. То есть, вы, вы сами при этом выставляете себя такой вот, ну, достаточно несчастной, да, ничего не понимающей, может быть, даже в чем-то простоватой девочкой, которая, ну, просто хочет, просто хочет, чтобы, не знаю, чтобы, 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 чтобы все было хорошо. Но, возможно, возможно, это очень смахивать на позицию жертвы, жертвы, как я уже сказал, которая ни к чему не приведет хорошим для вас. Вот. Вы пишите, знаете, так тоскливо. Вот, подумайте о своем чувствах. По какой причине вам тоскливо? Из-за чего вам тоскливо? Ведь еще раз повторю, это всего лишь педагог. Это всего лишь преподаватель. Это не родной человек, не друг, не близкий. Но вам тоскливо. И я хотел бы, хотел бы, чтобы вы это изучили. Хотел бы, чтобы вы постарались понять, с чем связана тоска. Я уверен, что если вы приложите к этому усилия, если вы поисследуете это, то я уверен, что вы сможете понять причину, по которой вам тоскливо. И тогда, скорее всего, вы увидите, что дело здесь не в преподавателе, не в том, как она себя ведет. А дело здесь в том, как вы это все воспринимаете. Дело здесь именно в том, как вы все воспринимаете. Дело в том, что для вас значимо в данном аспекте. И когда вы увидите, что для вас значимо, когда вы поймете, что вам нужно и что вам не хватает, мысли уйдут. Потому что мысли, которые у вас есть, ну вот, сами по себе, они связаны с тем, что вам нужно удовлетворять свои желания. Но желания ваши не удовлетворены. И именно по этой причине они у вас снова и снова постараются. Это навязчивые мысли. Навязчивые мысли не возникают случайно. Как правило, навязчивые мысли всегда имеют основание. Да? И основание это убеждение, убежденность человека в том, что он может удовлетворить свои желания только через данный аспект. Я полагаю, что наравне с этим, вы могли бы и вспомнить о том, значит, для чего вы учитесь. То есть, вы могли бы вспомнить о том, что вы делаете. То есть, ну, чем вы занимаетесь. Вот. Вы могли бы вспомнить об этом. Именно. Вы могли бы вспомнить, ради чего это всё. С телеками. Хочется чувствовать. Так ли вам нужна музыка? Возможно, вам и музыка-то не нужна как таковая. А нужно вам кое-что совсем другое. Отношения с преподавателями. Какие-то, может быть, родительские отношения. Я сейчас не говорю о том, что это так и есть наверняка. Но может быть. Может быть. Поэтому надо сказать, что наличие у вас важных мыслей, которые есть, это, я считаю, здорово. Потому что это даёт вам повод, это даёт вам возможность сейчас задуматься над тем, как вы живёте, что вы делаете, куда вы движетесь, как строите отношения с людьми. Я считаю, что это прекрасно. Вот. Другое дело, что этот путь нужно пройти. Пройти смоб. Вот. И сделать правильные выводы. А пока правильных выводов, на мой взгляд, вы не делаете, кроме только того, что должны продолжать выступать в какой-то роли жертвы. Да? В какой-то роли, не знаю, казло отпущения, может быть, да? То есть вы говорите, что надо было всё это выслушать. Но с какой стати, с какой стати? Вот. С какой стати? Вы должны, вы должны всё это выслушивать. Вот. Понимаете? То есть здесь, конечно, важный момент. Важный момент о том, что вы о себе думаете, как вы себя воспринимаете и так далее. Вот. Что добавить ещё? Что добавить ещё? Ну, то, что вы склонны к тому, чтобы додумывать за людей. Вы склонны к тому, чтобы додумывать за другого человека, почему он делает все иные или иные вещи. Вот. А вот вы говорите, что, видимо, она раскаялась и так далее, и так далее. То есть всё это додумывание за другого. И здесь у меня к вам, конечно, тоже будет вопрос. С чем это связано? Неужели вы так хорошо знаете, например, людей, что можете за них, за них, точнее, додумывать? Вот. Мне кажется, что это следствие, опять же, определённых ваших желаний, которые у вас есть и которые, ну, судя по всему, не удовлетворены. Опять же. Вот. И мне кажется, что это нужно разбирать вам. Вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Вот. Кстати, формально вы вопросов его не задаёте. Тут у вас нет какого-то вопроса конкретного. Вы просто пишите, значит, помогите разобраться в себе, я до сих пор не могу успокоиться и оправиться от шока. Вот. Вот. То есть помогите разобраться в себе. Но чтобы вам помочь в себе, нужна обратная связь от вас. А этой обратной связи, как раз, к сожалению, и нет. Вот. Поэтому я думаю, что если вам действительно нужна помощь в том, чтобы в себе разобраться, вот, то я думаю, что вы выберете, выберете себе психолога на наш канал. На вашем сайте. И как следует с ним поработайте. Ага. Для того, чтобы рассмотреть все нюансы. Если вы действительно хотите это заправить. Потому что то, что происходит, это правда очень-очень важно. Вот. Ну а так, так, на скидку я вам сказал. Как обстоят дела. Надеюсь, пока этого достаточно. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация разрешится, которая сейчас происходит. И всего доброго.